Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня мы вместе с вами будем рассматривать мои покупки косметики. И, пожалуй, начну со своего первого в жизни автозагара. Это вот такой вот спрей от фирмы Ивроше. В магазине мне рассказали, как правильно им пользоваться, потому что в инструкции, которая на нашем языке, в общем-то ничего не понятно. Просто написано распылить и оставить. Для того, чтобы получить правильный такой ровный загар, без вот этих вот пятен, нужно подготовить кожу. Воспользоваться либо пилингом, либо скрабом, чтобы все это мертво отшелушить. После этого увлажнить кожу и только потом занести автозагар. Перед сном я пару раз себе пшикала на ладошку и распределяла быстренько по коже лица. По консистенции это очень похоже на тоник. При этом нет никаких посторонних запахов автозагара. Просто что-то напоминает такую легкую ваниль. Через пару минут я уже шла спать. При этом постель у меня светлая, но автозагар ее не пачкал. Курс рассчитан на 4 использования. И я, как любитель фотографий до и после, сделала для вас фотки. Какая была до загара и спустя 4 дня. Сейчас, конечно же, я белая как сметана. Я им не пользуюсь временно. В целом мне понравился его такой тепленький бронзовый оттенок. При этом он не желтый и не жлобско-оранжевый. Дальше перейдем к продуктам для волос. И, пожалуй, начну с сухого шампуня. И это, как ни странно, не батист, а с йос. Я решила немножечко сэкономить и протестировать именно вот эту вот вещь. Продается она у нас в супермаркетах. Это у меня версия для тонких волос с эффектом объема. Вы знаете, что я прям огромный фанат батист. И перепробовала все ароматы, которые там есть. Но, честно скажу, в с йосе запахи намного лучше и нейтральнее. Здесь стоит оговориться, что эффект, конечно, не тот. Это не батист. Он не так хорошо распределяется по волосам. Он не так хорошо их матирует, скажем так. В общем и целом, пользоваться можно. Запах приятный. Но, конечно же, эффект лишь приближенный к батисту. Как вы знаете, я недавно себе затонировала волосы. Так вот, чтобы сохранить цвет, мне сказали обязательно использовать шампунь для окрашенных волос. Я купила первый попавшийся в супермаркете от Glisskur. Вы знаете, что я не очень люблю эту фирму. Но этот шампунь мне очень даже понравился. Он очень мягкий, хорошо пенится. И если вам не нужно очищать кожу головы до скрипу, то есть вы, например, каждый день моете голову, то это вполне хороший вариант. Еще на 8 марта моя сестра подарила мне вот такой вот кондиционер для волос. И только недавно у меня к нему дошли руки. Это нидерландская фирма Mates. Продается он в специализированных магазинах профессиональной косметики. Там, где закупаются все парикмахеры. Пахнет он просто божественно. Какими-то жвачками в баблгам. В целом, все вот эти вот бальзамы, кондиционеры для волос не дают, конечно, такого насыщения, как маски. Как по мне, они просто помогают расчесать волосы. В общем-то, сколько я пробовала профессиональной, дорогой косметики, что касается бальзамов, нет смысла всегда переплачивать. Они плюс-минус по эффекту похожи. Еще хотела вам показать свою новую мицеллярную воду от Nivea. Это их линейка Makeup Expert. И, как видите, я уже благополучно ее почти закончила. На самом деле, она немножечко жестче, чем стандартная мицеллярка. Вот эта вот линейка быстрее справляется с водостойкой тушью. И даже с моим железобетонным сисикремом от Lumine, который очень любит оставаться в порах. Сейчас я избавляюсь даже от вот такого стойкого макияжа только вот этой вот мицеллярной водой. Плюс в придачу я еще наконец-то научилась правильно умываться корейскими пенками для умывания. Об этом мы уже поговорим в следующих видео. Что касается ухода за кожей, опять с 8 марта у меня остался вот такой вот крем-гель для душа от фирмы VELEDA. Без синтетических ароматизаторов, красителей, консервантов, минеральных масел и продуктов их переработки. На самом деле это очень даже ощущается. По консистенции это похоже на какое-то увлажняющее молочко для кожи, то, которое мы используем после душа. Аромат здесь цитрусовый, но при этом не такой вот ядрёно-химозно-цитрусовый, а такой, как будто в состав добавили пару капелек именно эфирного цитрусового масла. Возможно лайма апельсина или лимона апельсина и так далее. В целом аромат получился таким бодрящим утренним. Формула очень мягкая и увлажняющая. Она абсолютно не сушит кожу. В подарок какому-то заказу из интернет-магазинов мне дали вот такой вот крем-гель для душа от фирмы Fresh Juice. Я просто обожаю их мыло для рук. Там просто бомбические ароматы. Так вот, что касается геля для душа, он в отличие от мыла, мягко сказать, неудачный. По консистенции это похоже, как будто в какой-то крем для рук добавили очень много воды. И он прям очень такой жидкий получился и практически не пенится. Здесь написано кокос и ваниль. Ладно, я не любитель кокоса. Но честно скажу, сам аромат очень далёк от вот этого вот йогуртового сладкого названия. От душка прям очень дешёвая и честно надоела прям с первого использования. Ещё один очередной подарок к заказу это вот такой вот антибактериальный гель для умывания от фирмы Alpha Farm. Это у нас такая очень бюджетная косметика. Вообще здесь написано для проблемной кожи, показан в период акне и постакне. Очень похож на стандартную пенку для умывания, но с таким характерным запахом чайного дерева. Но честно, даже для моей сухой кожи даже очищения недостаточно. Какой-то он прям очень слабенький. Всё забываю вам показать в покупках. Вот такие вот сливки для тела. Мне кажется, я подсознательно всегда выбираю такие десертовые названия для продуктов ночного ухода. Возможно, это связано с тем, что я стараюсь не жрать на ночь. Но, видимо, вот эти вот вкусные названия меня так и манят. Так вот, это моя любимая польская фирма Farmona и их линейка Herbal Care. Аромат называется Buriti, чтобы это не значило в составе 90% натуральных ингредиентов. И сами сливки выглядят вот так вот. И, как видите, я почти их закончила. Я пользовалась ими практически всю зиму. И они прям очень плотные, насыщенные, густые. На ощупь похоже на взбитое сливочное масло. Очень такая запоминающаяся, дерзкая отдушка. Под подушечками пальцев продукт немножко подтаивает и легче становится распределять его по коже. В целом, мне кажется, это продукт более для зимнего ухода. Потому что оно как будто перенасыщено этим увлажнением и напоминает какую-то вот маску, да, плотную для кожи. Сейчас, ближе к лету, наверное, возьму какое-то молочко. Как вы знаете, ни одни мои покупки не проходят без геля для интимной гигиены. На этот раз это продукт от Dr.Sante. В составе нет СЛС, мыла и красителей, нейтральный PH. На всякий случай напоминаю, что я этим молочком не только пользуюсь по назначению, но и умываюсь. Поэтому сейчас буду рассказывать об эффекте. Очень нейтральный кремовый запах, хорошо пенится. Я иногда его использую после мицеллярной воды. Что касается губ. Я прям очень сильно подстела на вот этот вот Carmex, который я купила на iHerb. У меня, кстати, вишневый. По консистенции он похож на слегка подтаявшее кокосовое масло. При этом, когда вы наносите на губы, сразу же ощущаете аромат такой вишневой косточки. На губах получается эффект такого насыщенного блеска. Он моментально сглаживает все неровности и шелушинки. При этом, за счет вот такого вот эффекта блеска, губы выглядят как будто немножечко такие налитые, да, такие сочные. Да. Обожаю это средство, поэтому использую днем и ночью. И напоследок я вам оставила вот такую вот сладкую парочку. Это омега-3, которые я показывала в распаковках с iHerb. И к нему в придачу я купила вот такие вот поливитамины, которые называются Витасупродин. Вот вместе они работают просто идеально. Наконец-то у меня перестали выпадать волосы. И я очнулась от весеннего авитаминоза. На этом все. Вот такие вот покупки были у меня на этот раз. Надеюсь, это видео вам понравилось. Пишите мне в комментариях, что у вас появилось новенького с косметикой. Мне будет очень интересно почитать. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока!